Если ты стоишь и подбираешь продукты по составу, да, с видом супер-знатока, то, естественно, будет гордость и гордыня, и будет вот так оно, да, все будут видеть, что это постирца православный. Перед Богом отвечать придется не за то, что ты пост соблюдал, а за то, что ты скушал в это время еще кучу людей. Ну, кушая сосиски, ведь тоже можно постить. Пост, видите, он же заключается не только в том, чтобы чего-то не есть, но он заключается в том, чтобы действительно, ну, внутренне провести работу над собой. На самом деле это не связано ни с какими сакральными моментами, это, скорее всего, физиологические особенности, наши психологические, потому что меняется наш режим питания, и, естественно, мы, скорее всего, кушаем либо меньше, либо кушаем ту еду, которая быстрее переваривается, естественно, чувство голода у нас тогда появляется чаще. Поэтому связывать это с тем, что это искушение, и поэтому надо бороться с этим искушением, ну, не совсем правильно. Часто, конечно, люди так думают и связывают свое чувство голода с каким-то моментом искушений, там, и борьбы. Ну, это, конечно, можно попробовать, но все-таки не нужно забывать о том, что мы состоим из духа, души и тела, и если мы начинаем работать с телом, то, естественно, тело дает свои реакции. Поэтому не учитывать эти вещи нельзя. На самом деле суть поста как раз таки в том, чтобы, научившись воздерживаться, научиться еще и не есть своих близких. То есть пост – это инструмент. Это то, что дает нам возможность привести себя в момент определенного тонуса и телесного, и духовного, и душевного. Именно поэтому, естественно, когда человек себя ограничивает, когда человек каким-то образом пытается себя собрать, естественно, у него на уровне его психологии, психическом уровне, да, происходят определенные изменения. И раздражительность возникает, и где-то злость, и где-то нетерпение, еще что-то. Это нормально, так в этом и есть смысл. Мы, когда начинаем себя каким-то образом воздерживать от пищи, еще от чего-то, мы начинаем видеть какие-то слабые звенья своей природы, своего существования, естественно, мы начинаем над ними работать. Если бы мы себя не ограничивали, если бы мы не воздерживались, мы бы не увидели каких-то слабых звеньев, да, которые, ну вот они есть. И поэтому у поста такая функция. Нужно в первую очередь увидеть свои какие-то недостатки. А чтобы их увидеть, нужно создать определенные условия. И вот пост – это и есть те условия, которые показывают нам нашу неидеальность. И это нормально. Это хорошо. Это как тренировка, что ли, как диагностика. Как угодно можно называть. Но без диагностики не поймешь, на что ты способен, и где у тебя слабое место, а где у тебя сильное. Поэтому точно так же, если мы в пост начинаем раздражаться и злиться, через это проходят практически все новоначальные люди, которые начинают постеть. Они замечают это, пугаются этого. Этого пугаться не стоит. Это нормальная реакция нашего организма на определенные моменты воздержания, лишения, да, и так далее. И вот с этим надо работать в первую очередь. А очень просто. Не надо говорить о том, что ты постишься. Вот и все. Не надо заходить в кафе и говорить там, о, дайте мне, пожалуйста, капучино там на альтернативном молоке, да, потому что у меня пост там, да. Или, например, там, сидя в компании с друзьями, там, заказать там просто овощи и сидеть на них, смотреть свысока и говорить, фу, вы грешники, как вы посмели. То есть, не надо говорить о том, что ты постишься. И на самом деле изобретать велосипед не нужно. Нужно просто внимательно читать Евангелие. И там Господь говорит о том, что когда ты постишься, то что сделаешь? Умой лицо свое, да, намажься елеем, и все, и пусть об этом посте знает только Господь и ты. И в этом смысл. Поэтому не будет тогда никакой гордыни. А если ты стоишь и подбираешь продукты по составу, да, с видом суперзнатока, то, естественно, будет гордость и гордыня, и будет вот так оно, да, все будут видеть, что, о, это постирца православный. Вот, но в этом не будет никакого смысла. Есть огромное количество ситуаций, когда у человека, например, есть какое-то определенное противопоказание медицинские, да, и ему необходимо придерживаться той или иной диеты или образа питания. В таком случае священник совместно с таким вот, с этим человеком, который подходит к священнику, они выбирают определенный образ поста для конкретного человека. И это правильно, это так и нужно. Это знаете, как, когда у нас есть лекарства, мы открываем инструкцию, читаем какие-то общие правила, но везде в каждой инструкции будет написано «Проконсультируйтесь с врачом». То же самое с постом, с мерой поста. Воздержание органами чувств, вот как раз таки ушами, языком, глазами, это вопрос к тому, чем мы себя наполняем. То есть, то, чем мы наполняем свое сердце, что мы читаем, что мы слушаем, что мы пытаемся говорить и так далее, это влияет действительно на то, как мы мыслим, на то, как мы общаемся. И естественно, во время поста мы стараемся себя наполнять более какими-то емкими вещами, имеющими смысл. И это о том, что если, например, нам надо что-то посмотреть или что-то почитать, или что-то послушать, надо всегда себе задать вопрос, а что мне это принесет, что мне это даст и чем это меня наполнит. Потому что, чем мы себя наполнили, то оно из нас, в принципе, и будет изливаться потом в виде наших слов, манера общения, мыслей и так далее. Поэтому это очень важный этап поста. И без него, в принципе, сам пост, он уже не так будет важен и не так будет глубок. На самом деле, колбаса – это очень неполезный продукт. Его вообще, в принципе, кушать в постоянке не очень хорошо. И любой диетолог вам скажет, что нужно все-таки кушать простые продукты. А простые продукты, они не такие прям дорогие. На самом деле, вопрос очень насущный и очень серьезный по поводу того, действительно, есть ли ограниченный бюджет, как можно постить. Ну, с ограниченным бюджетом постить можно, я это знаю на себе, поэтому, по сути, это возможно. И просто, конечно же, вы будете постить без красной икры, без морепродуктов каждый день и без дорогой рыбы, например. Но при этом это возможно, и в этом каких-то больших сложностей нет. Зачастую это, знаете, такая отговорка людей, которые говорят о том, что, ну, вот у меня бюджет ограничен, поэтому я, в принципе, ну, лучше куплю там сосисок, да, и буду таким образом жить и постить. Ну, кушая сосиски, ведь тоже можно постить. Пост, видите, он же заключается не только в том, чтобы чего-то не есть, но он заключается в том, чтобы действительно, ну, внутренне провести работу над собой. То есть, есть общее правило, которым мы можем следовать. Но лучше перед каждым постом встретиться со священником, сейчас этой проблемы нету, священники в прямом доступе, в любом храме есть дежурный священник, с ним поговорить и определить для себя ту меру поста, которая по силам, которая по бюджету, и которая действительно будет человека созидать. И тогда не будет таких вопросов по поводу бюджетов, по поводу, а вот мне по здоровью нельзя или еще что-то. Все это очень гибко, и всему можно найти решение. На самом деле вот этот вопрос, он к Богу, потому что это он распределяет, кто куда попадет. Я к большой моей радости не распределяю, потому что, наверное, все бы тогда попали. Мне жалко было бы. Хотя я думаю, что Господь как раз-таки всех нас пожалеет. Но при этом пост не гарантирует, конечно же, попадание в рай. Это одно и то же, что спросить, если я, например, научусь ездить на машине, я точно стану хорошим человеком. То есть, не обязательно. Пост – это инструмент, которым мы пользуемся. Даже если человек соблюдает посты, но при этом он кушает своих близких, то перед Богом отвечать придется не за то, что ты пост соблюдал, а за то, что ты скушал в это время еще кучу людей. И поэтому это не гарантирует ничего. Гарантирует наше попадание в рай только одно – любящее сердце, которое внутри нас. Пост – он для того, чтобы научиться любить людей еще глубже. И поэтому, если вы сможете научиться – отлично. Но если вы постите и становитесь хуже, то задумайтесь, правильно ли вы это делаете и надо вам вообще это делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова